Вы смотрите новости онлайн. Сын знаменитого актера и режиссера лично познакомился с женой отца. Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на интересующие его вопросы, однако Степан не до конца остался доволен разговором в студии. Супруга Армена Джигарханяна, экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская никогда не встречалась со Степаном, сыном Татьяной Власовой, которого актер и режиссер воспитывал как родного. На протяжении нескольких месяцев, пока тянется бракоразводный процесс, стороны не общаются между собой. О каких-либо претензиях они узнают из СМИ. В программе «Пусть говорят» Виталина лично познакомилась со Степаном. «Хочу указать на трагическую ошибку, которую вы допускаете. Вся ситуация, которая длится не первый месяц, объемная и многогранная. В такой ситуации нет человека, который прав по всем пунктам. Если слушать вас, вы правы во всем», – сказал Джигарханян. Виталина вспомнила их конфликт, после которого Степан уехал за рубеж. Мужчина не стал опираться, что Армен Борисович не стал объяснять свою позицию. Между сыном и супругой Джигарханяна возник спор, который не утихал на протяжении всей программы. Степан был уверен, что именно Армен Борисович подал на развод с его мамой Татьяной Власовой. Однако Цымбалюк-Романовская была уверена, что именно первая супруга была инициатором расторжения брака. Некоторые эксперты студии, в том числе и Степан, уверены, что Виталина ведет свою игру. В качестве аргумента они приводили тут факт, что за три часа до того момента, как документ о расторжении брака должен был вступить в силу, она появилась с апелляцией. Цымбалюк-Романовская оправдала это тем, что подобная деталь не имеет значения и она имеет право делать все в рамках закона. Психолог, который находился в студии, высказал свое мнение. Он считает, что Виталина умеет искусно манипулировать и уходить от прямого ответа. Также Дмитрий Борисов вспомнил о той части квартиры, которая досталась Джигарханяну после развода с Татьяной Власовой. Свою долю режиссер продал, но теперь уверяет, что не видел денег. Виталина не стала скрывать, что некоторую сумму супруг передал ей сознательно, так как в их совместном жилье шел ремонт. Она отметила, что ей надо выплатить долг в 3 миллиона. Юрий Шерлинг предположил, что Виталина не заинтересована в разводе из-за кредита. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много захватывающего и интересного. До новых встреч!